Сегодня родители выпускников прошли все этапы ЕГЭ. Все то, что уже через несколько месяцев предстоит пройти их детям. Для родительского госэкзамена действовали те же правила, что и для школьного. Условия сдачи были максимально приближенными к реальным. Регистрация, рамки металлоискателя, изъятие телефонов. В руках лишь паспорт с черной гелевой ручкой. Такая психологическая подготовка мам, папы на испытания так и не решились, обязательно снизит негативный ажиотаж вокруг ЕГЭ, уверены педагоги. Посмотреть изнутри на процедуру сдачи нашумевшего ЕГЭ решила и начальник городского управления образования. Компанию Ольги Медведевой составили директора школы и сочинские депутаты, также решившие узнать об особенностях экзаменационных процедур. Веселые улыбки смельчаков сменились на задумчивые, как только вскрыли контрольно-измерительные материалы. Кстати, разработаны они Федеральным институтом педагогических измерений. На мини-экзамен по русскому языку взрослым отвели 40 минут. Выпускники же пишут полноценный ЕГЭ по-русскому в течение трех с половиной часов. Ирину Петрову, чтобы та не ударила в грязь лицом, к родительскому варианту госэкзамена готовила дочь 11-классница. Так как времени давали нам меньше, чем детям, я думаю, что все-таки они справятся с этим заданием. Они все-таки учат русский язык и другие предметы, у них все свежо в памяти. Меньше я переживать не буду, но да, я поняла, что это не так страшно. Если есть знания, то бояться абсолютно нечего. Я хочу просто передать родителям всем, не переживайте, готовьте детей к экзаменам и все будет отлично. Всем успехов! Для экзаменующихся провели инструктаж, но все же без вопросов. Не обошлось, депутаты то и дело обращались за помощью к организаторам ЕГЭ. Вопросы, правда, больше организационные, но все же многим пришлось поволноваться. Благо в аудитории оказался врач. Валерьянка в этой ситуации не помогает. Здесь надо самому себя держать, но такое возбуждение получил. Надо было определить, где метафоры, где фразеологизм, где еще 8 или 9 пунктов, я даже сейчас не могу повторить. Я как-то написал, но голова заболела в конце уже. Если ребенок занимался и учил русский язык, то здесь ничего такого сверхъестественного, даже в моем понимании, в этом экзамене нет. Единый день сдачи ЕГЭ родителям – это не проверка знаний. Родителям 11-ти классников для их же успокоения решили показать атмосферу проведения ЕГЭ, отмечают в Управлении образования. Мне кажется, что тест был несложный. С ним может справиться любой человек, который обучался в среднеобщеобразовательной школе. Но на творческие задания хотелось бы, конечно, времени побольше, потому что хочется действительно творить, хочется размышлять, структурировать. Я думаю, самое главное осознание, которое должно было прийти сегодня – надо помогать ребенку, его успокаивать и говорить, что он абсолютно со всем справится и что надо просто настроиться. Оценки родители узнают. Через неделю работы проверят сочинские учителя русского языка и литературы.